МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собчак выдвинули не только для того, чтобы она озвучивала попытки Кремля выйти из этой ситуации, но и для того, чтобы она заменила Григория Явлинского. Уже абсолютно все либералы начинают это понимать. Даже на Радио Свобода Евгений Ясин четко дает понять. Григорий Явлинский хороший, правильный, но он уже старый. Ему пора на пенсию, а место в либеральном лагере остается свободным. Вот поэтому кремлевские сценаристы решили теперь создать новую историю для политика Ксении Собчак, которая организует новую либеральную партию и будет пудрить мозг следующие 6-10, кто его знает, может быть, 20 лет, вместо Григория Явлинского, создавая ощущение, что в России есть демократические силы и есть либеральные идеи. Собчак – это не что иное, как новая молодая реинкарнация Григория Явлинского. Он, скорее всего, не наберет и 1%. Вот приблизительный список сделанной РИА новости России, как складываются голоса по предварительным данным на сегодняшний момент. Вот уж поверьте, точно так же они и останутся после выборов. У Путина приблизительно 70%. Грудинин – народный кандидат на втором месте, но с большим отрывом. Соответственно, посмотрите, сколько отдали Ксении. Ну, а Григорий Явлинский, понятное дело, даже не 1%. Все участники этих псевдовыборов помогают им состояться. Говорить о каких-то результатах глупо. Каждый из них преследует свои цели. Цели Ксении Собчак – создать новую либеральную партию. При этом без какой-либо попытки борьбы за власть. Вы хотите свободную Россию, молодую Россию, Россию с обновлением? Вы с нами? Значит, мы все вместе, друзья! Дорогие друзья, знайте одно, что мы с Димой решили объединиться, чтобы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова